Здравствуйте, дорогие друзья! Давно уже не было фильмов по мушкам, изготовлению, вязанию. В основном были только обзоры. В данный момент это не обзор, а, как говорится, начало будет следующего фильма. Я не зря здесь разложил коробочку, пришлось мне ее немножечко доукомплектовать. Ну и, понятное дело, ее опять немножко у меня раздербенили. Есть у меня такой друг очень хороший, Юрий Матюха. Ну, друзей у меня много, как говорится, пусть меня простят те, кого я не упомяну. Вот, но здесь ситуация сложилась следующая. Вот, как вы видите, вроде бы осы, достаточно большая приманка. Так, для подписчиков покладу коробок спичечный. И потом буду линеечкой вам показывать. Ну, как вы видите, здесь величина вот этих поденок, где-то 3 с лишним сантиметра. Меня же он просил делать до 5. Я как-то не рискнул, но если тело выровнять, то будут, конечно, все 5 хвостики. Значит, оса вроде бы крупная приманка, но попросил меня изготовить вот такие вариации поденки. Поденки, чтобы была она сухая. И в то же время можно было использовать ее и утром, и днем, и вечером. То есть подобрать расцветку и величину крючка. Здесь у меня рассмотрено, вернее, предоставлено небольшое количество. Но хотел бы здесь обратить ваше внимание на что. Изготавливается она очень просто. У меня на канале имеются фильмы, где я изготавливал поденку. Вот такого типа я тоже изготавливал. Это перо цесарки. Но можно сильно не забивать себе голову. А у петушка, допустим, имеются вот такие перышки красивые. Это вот на крыльях. И, допустим, можно также собрать на шее его перышки такие красивые. Вот это вот задняя часть седла. У меня уже очередной мой петушок готов. Ну вот. И здесь находятся вот эти вот, как вы видите, на седле красивые наши перышки, которые пойдут на крылышки. Курочка не годится, потому что... Потому что... Потому что вот я такие приманки изготавливаю крайне редко. И... Не очень они хорошо себя ведут по долговечности. Если вот здесь у нас на поденках используется антрон и есть волокна полипропилена такие, то это мушка неубиваемая практически. То, как здесь, это вот перо японской куропатки, ой, перепелки. Здесь наш петушок. Здесь цесарка. Здесь перо CDC. Вот здесь также перо CDC, которое будет тоже иметь свои сложности в применении. Здесь перо петуха. То есть здесь разные варианты изготовления. Вот поденки. Это умершая. Это вот, допустим, приземлилась. Это вот точно так же приземлилась. А вот эти, где намотано перо парашютом, значит, здесь у меня также все имеются, ребята, фильмы у меня на канале. Можно спокойно брать и спокойно смотреть. Изготовлены с выносным телом. Эти же изготовлены на крючке. Ну, проблем никаких не составляют эти мушки. Потому что, ну, честно скажу, Вот тело изготовлено из пенки. Вырезается полосочка. Обворачивается на клей. Садится. Закрасилась коричневым. Ну, а дальше, как вы видите, грудка из даббинга. Лапки имитации из пера петушиного. Ну, и крылышки. То есть, это мушка на крючке. Такая же, допустим, мушка. Если мы возьмем... Ну, давайте, то, что вот здесь. Если здесь, как вы видите, изготовлено тело. И выносное. И закреплено на крючок номер 8. Можно на номер 6. В зависимости от величины приманки. Ну, и дальше, та же самая техника крепления пера и изготовления приманки. Что касается, допустим, вот другая, точно так же изготовлено перо из пенки. И используется перо уже в CDC. Здесь возникают сложности какие? Необходимо точно так же. Хоть, допустим, при начале рыбалки, хоть цесарка или, допустим, вот японская перепелка, не имеет значения. Хоть перо в CDC. Ну, это перо не надо мазать петуха. И это тоже антрон и полипропилен. Не надо мазать. Берется, продается специально аттрактанты, изготовленные из утиного жира, уже очищенные. Взяли немножечко, промазали перо этим жиром. И будет оно у нас долго и нудно плавать. Но при забросах будут возникать определенные сложности. Если перо CDC сложится и антрон с нашим полипропиленом тоже сложится, то вот такие вот наши мушки будут работать как пропеллер у вертолета. Поэтому знайте, что будут закручивать нашу снасть. Можно ставить самые мелкие вертлюжки и проблем никаких не возникает. Ну вот, в принципе-то, я обзор приманок сделал. А теперь по просьбе подписчиков и моих заказчиков. Мною немножечко была изменена конструкция вязания комариков. Значит, сейчас следующий фильм. Этот уже мы завершаем. Следующий фильм. Я буду вязать комарика. Сейчас.